В Твери открылся флигель музея Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. В трёх залах начала работать выставка графики и монументального искусства по произведениям классика из собрания Тверского краеведческого музея под названием «Я люблю Россию до боли сердечной». На открытии побывала наша съёмочная группа. В трёх залах флигеля посетители могут увидеть запоминающиеся яркие, гротескные образы литературных героев Салтыкова-Щедрина. Это иллюстрации к наиболее известным произведениям писателя. «История одного города», «Пашихонская старина», «Господа Головлёвы», «Губернские очерки». Самым сложным для нас оказалось это отобрать те работы, которые представлены сегодня. Потому что я хочу похвастаться и сказать, что в нашем музее одна из самых шикарных коллекций иллюстраций к Салтыкову-Щедрина. Здесь очень известны имена, и в том числе куклы Никса, которые вы видите во втором зале. Её коллекция составляет более 60 оригинальных рисунков. На выставке представлены иллюстрации современника-писателя, художника-литографа Борреля. Особое место в экспозиции занимает панно, выполненное в 1975 году, заслуженным художником РФ Чумаковым. Для первой экспозиции музея Салтыкова-Щедрина в Твери. «На выставке вы видите эти панно не как в плане художественного оформления, а как самостоятельные произведения искусства моментального. То есть, безусловно, они на сегодняшний день, да и на тот день тоже представляют очень большой интерес. Почему? Потому что, во-первых, благодаря им можно очень хорошо рассказать и о жизненном пути писателя, и некоторые панно являются иллюстрациями к его произведениям». На открытии выставки присутствовало большое количество гостей. Представители органов власти, деятели искусства, а также жители Твери. Собравшихся поприветствовала заместитель председателя правительства Тверской области Марина Поттихова. «Рада приветствовать в нашем новом очаге культуры, который появился на Тверской земле. Конечно, я думаю, что это принесет нам всем радость. Мы не только жители Тверской области, не только деятели культуры, но и наши туристы. Его обязательно будут посещать, этот объект, и много интересного смогут познать». Михаил Салтыков-Щедрин принадлежит к числу великих художников слова. А его произведения всегда были источником вдохновения для художников, воплотивших образы классика в своем неповторимом стиле. «Это как раз тот материал, который нам позволяет все с каждым разом, все глубже и глубже пытаться погрузиться в этот материал. Я думаю, что там, конечно, там, так как это гениальные вещи, произведения, то это, конечно, вооружение будет бесконечным. И в этом и есть то самое прекрасное, что нас, собственно, завораживает, заставляет, собственно, отгадывать вот эти загадки. «Со своей стороны я также хочу поздравить всех нас, прежде всего, с открытием этого места, этого нового пространства культуры». Городская усадьба, в которой Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин жил в период своего вице-губернаторства, относится к объектам культурного наследия. Музей Салтыкова-Щедрина – первый монографический музей в России, открыт в здании особняка в 1976 году.